Сегодня 11 октября, среда. Смотрите в выпуске новостей телеканала АСА. Страшные истории про медицину. Аченко рассказала об ужасном отношении к пациентам. Человек не заслуживает такого к себе отношения. Что говорят медики, узнаете в выпуске. В Аченске начались сыпки. Участвуют все. Побывали в художественной школе. Покажем, что уже удалось собрать. От таких цен в шоке и продавцы, и покупатели. Почему дорожают курица и яйца? И что об этом думают производители и ритейлеры? Смотрите через несколько секунд. Курица в зоне турбулентности. Продолжаем разбираться, почему так сильно подорожали яйца и мясо. Думаю, цена в 140 за десяток и 550 за кило филе шокирует не только меня. Собрали мнения ритейлеров и производителей. Первая причина – это рост цен на горюче-смазочные материалы, тарифы на электроэнергию, ЖКХ и корма. Причина номер два – нехватка генетического материала. Официальный комментарий торговой сети «Командор» представил руководитель коммуникационного центра Дмитрий Болотов. По его словам, факторов, влияющих на цены, много. В том числе проблемы с куриными яйцами возникли из-за нехватки генетического материала. Не хватает генетического материала – первого, наиболее качественного уровня. Из него выращивается первое потомство, которое, собственно, потом и используется для производства яиц. Отсюда и возник рост цен. Дефицит яиц в регионе – причина номер три по версии представителя торговой сети «Красный Яр». Четыре недели назад поставщики уведомили нас о дефиците яйца в регионе. Яйцо – это приоритетная категория для наших покупателей. И для того, чтобы обеспечить его наличие на полке, мы сегодня работаем с большим количеством поставщиков и производителей. За это время цена закупа на некоторые категории яйца увеличилась в два раза. Конечно же, на полке мы не видим такого стремительного роста, но при таком серьезном повышении, дефиците, ценник на полке все равно повышается и на сегодняшний день составляет от 14% этот рост. Сезонный спрос из-за начала учебного года в школах и детсадах называют причиной для роста цен на яйца производитель «Бархатовская птицефабрика». Как считают в компании, в дальнейшем ситуация стабилизируется, если не будут дорожать горюче-смазочные материалы, корма и прочее. Добавим, что производство яиц в Крае падает уже три года, а с 2020-го сократилось почти на 80 миллионов штук. А вот данных о том, что жители Края стали меньше их есть, нет. Ачинец порезал себе горло в полиции, когда его опрашивали о насилии над дочерью. ЧП в Ачинском УВД произошло 9 октября, в понедельник. Инспекторы по делам несовершеннолетних вызвали семью 17-летней девочки для беседы. Они получили информацию, что 43-летний отец совершает в отношении дочки противоправные действия. Как сообщают телеграм-каналы, насилие продолжается почти год. Во время опроса мужчина вышел в туалет без сопровождения полицейского, и там порезал себе шею осколком защитного стекла от смартфона. Сейчас пострадавший в больнице, в полиции проверка, а следственный комитет изучает материалы на предмет изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Как выяснил телеканал ОСА, состояние члена-вредителя удовлетворительное. Жизненно важные органы не повреждены. У проблемы с чистым воздухом в привокзальном районе должно быть нормальное решение. Краевой депутат Владимир Чернышенко отреагировал на обращение активистов движения «Дайте привозу дышать». Он получил его накануне, а сегодня сообщил телеканалу ОСА, что инициировал в ЗАГС-собрании выездной комитет по экологии. Предварительно есть договоренность, что 20-23 ноября комитет совместно с Министерством экологии, администрацией города Ачинска, будет круглый стол в администрации города Ачинска. И конкретно будут приняты меры по этим выбросам и по чистому воздуху. В одностороннем порядке. И вот именно круглый стол, выслушаем всех и вся, и наметим план действий. Стратегию, чтобы воздух чистый был у нас в районе привокзального района. Я думаю, что должно быть нормальное решение найдено, которое на благо наших горожан. Мы же вместо комбината для города существуем, наземный комбинат для города. Ну, все для города, для жителей нашего города. Мы понимаем, и должно быть, и, ну да, да, совершенно верно, должно быть так. Напомним, новости ОСА рассказывали, что в Ачинске появилось народное движение «За чистый воздух. Дайте привозу дышать». Активисты ведут телеграм-канал с таким названием, чтобы привлечь внимание к вечной проблеме. Исторические жители района страдают от вони, которая, как жалуются люди, теперь все чаще накрывает эту часть города. Официально виновник не назван, но директор ЗАО Назаровская и депутат ЗАГСобрания Валерий Исаев в газете заочно ответил Ачинсом. Возможно, так он признал вину за своим предприятием, мясокомбинатом. Из его слов, которые публикует газета, следует, что люди сами выбрали для проживания соседство с мясокомбинатом. А они на предприятии даже на время останавливают котлы, если воняет чересчур сильно. Это, опять же, утверждает Исаев в газете. По словам Владимира Чернышенко, Валерий Исаев не входит в комитет по экологии в ЗАГСобрании, но его обязательно нужно выслушать на встрече в Ачинске, чтобы выработать конструктивное решение. Чтобы сделать комфорт доступным. Информация для уютозависимых. В Сибири сегодня ожидается резкое увеличение ассортимента мебели для вашего дома. В салонах КМК. КМК. Всегда удобно. Концлагерем Ольга Анциферова на эмоциях называет Ачинскую МРБ. Сюда с инсультом поступила ее мама. Сначала в реанимацию, потом в сосудистое отделение. Эмилию Францевну выписали из больницы 20 сентября. Тогда смогла прилететь дочь Ольга. И бабушка рассказала о том, почему с ужасом вспоминает несколько дней в МРБ и боится снова там оказаться. Однажды она все же упала с этой кровати. Упала, ударилась головой и какое-то время лежала на полу. Потом зашел парень, санитар, как говорит мама, наверное, это был санитар. И он ее потом поднял на кровать. Но сначала он ей сказал, еще раз упадешь, поднимать не буду, так и будешь лежать на полу. Она очень сильно похудела. Принесли ужин, оставили этот ужин на тумбочке. Ну и человек ушел, который развозит пищу, он ушел. Никто не подошел, не накормил маму. То есть она сама есть не может. Человек, который развозил пищу, вернулся. Все, что стояло, нетронутая пища, забрал. Не задал даже вопрос, почему не поела мама и так далее, и так далее. Сколько раз такие были истории, я не знаю. И вот она говорит, ты знаешь, мне, например, когда там пеленки меняли или что-то, говорили мне просто, двигая свою, ну, в грубой форме, двигая свою попу, да, только в грубой форме. И вот в такой форме к ней обращались. В палате с Эмилией Францевной были такие же, как она, лежачие больные. Так что все пациенты могли рассчитывать только на помощь медиков и санитарок. Еще к ней пускали сиделок, но только с 12 до 2 часов дня. Дочь Ольга говорит, не знает имен людей, кто позволял себе такое отношение к немощным. Но проблема не в фамилии, а в том, что медицина заражена этим. У других таких, как я, есть тоже мамы. Человек не заслуживает такого к себе отношения. Главврач МРБ Максим Суворов признает, факты грубого отношения к пациентам есть. И это проблема не только Ачинской больницы. Его комментарии мы записывали после того, как он встретился с Ольгой Анциферовой. И, по его словам, проработал этот случай в коллективе с врачами, средним и младшим персоналом. Вопрос в том, что душевности человечного отношения не чувствуется. Это часто очень сильно зависит от действий младшего персонала, от действий среднего персонала. В большинстве случаев отношение нормальное и человеческое. Нормально воспринимается пациентами, нормально воспринимается персоналами. К сожалению, случаи бывают. Решение проблемы начинается с ее признания. Да, не говорить, что у нас все окей. Нет, безусловно, это есть. И, конечно, мы меры принимаем. Это нельзя побороть в один день. На планерках разбираем. И сегодня разбирали. А с участниками конкретно того инцидента встречались в более тесной обстановке. Проговорили. Притом не с целью наказать, понимаете. Здесь наказанием персонала тоже не добьешься эффекта. Здесь надо, чтобы люди поняли и прочувствовали, что и они могут оказаться на этом месте. И будет ли им приятно, когда к ним будет такое отношение. Или они немножко другого как бы хотели ожидать от себя. Конечно, если есть бумага, факт, там идет уже конкретно служебное расследование, дисциплинарное взыскание и так далее, и так далее. Но это привычная, простая система, ну, палочно-штрафовая. Она ментальность, как правило, не меняет. А надо, чтобы изменили ментальность. Вот в чем суть. Пациентоцентричность, а по простому душевность и человечность к пациентам, Суворов, говорит, настраивает Вачинское МРБ полтора года, когда был назначен сюда главврачом. Для примера приводит одну из красноярских больниц, где на это у руководителя ушло 7 лет. Наталья Сусанина, Алексей Любезнов, Телеканал ОСА. Ачинцев спрашивают о правилах содержания домашних питомцев и безнадзорных животных. Такой опрос запустило Министерство экологии на платформе «Активный гражданин». Среди вопросов есть и такие. Где должны содержаться бродячие собаки? В приюте или после стерилизации их надо отпускать в город? Или за пределы населенного пункта? Спрашивается и мнение, а нужно ли ограничивать владельцев в количестве домашних питомцев или вообще запрещать в маленьких квартирах держать больших собак, например. Оставить свой голос можно до 12 ноября. Напомним, по федеральному закону теперь регионы могут сами решать, какие правила вводить для хозяев кошек и собак, а также для четвероногих беспризорников. Для этого нужно изменить краевой закон. Над этим будут работать ученые и специалисты. Планируется учесть и мнение жителей края. Осенью в период разгула простудных заболеваний очень важно, чтобы ногам было тепло, сухо и комфортно. Поэтому стоит позаботиться о хорошей обуви. Где вам помогут ее подобрать? Смотрите в сюжете. Комфорт при ходьбе практически гарантирует, что к вечеру вы не будете валиться с ног от усталости, а ваше настроение не будет ужасным. А осенью важно, чтобы вашим ногам было еще и тепло и сухо. Особенно это касается пожилых людей и тех, у кого проблемные ноги. Поэтому, чтобы любая прогулка была в радость, нужно обзавестись хорошей обувью. Ачинцы такую подбирают на белорусской выставке. Все нормально, все хорошо. Надо чаще приходить. Удобство, качество как? Очень отлично. Минут 15 хватило, чтобы выбрать. На что обращали меня? На удобство, на качество. Все устроило? Да. Вот сколько? Я не знаю, минут 10-15. И как раз то, что хотелось. Вся обувь отличается анатомическим покроем и стельками. С ними вашим ногам обязательно будет комфортно. Модели и материалы самые разнообразные. Отдельного внимания заслуживает мужская обувь. Мужчинам с высоким подъемом и широкой щитолоткой будет удобно в обуви со шнурками. Так как с помощью шнуровки вы регулируете объем. А замок молния для удобства надевания. Подошва прикреплена лечевым способом. У них имеется хороший протектор и покрытие антилет. За счет этого они не скользят на льду. Мех внутри достаточно мягкий, плотный, что не позволит замерзнуть вашим ножкам. Найти отличную пару для своих ног вы сможете на выставке. Запоминайте, куда отправиться за обновками, которые отлично подойдут для осени и зимы. Выставка продажи белорусской обуви. Здесь вы сможете подобрать удобную и качественную обувь. Свежее поступление. Большой выбор мужской, женской осенней и зимней обуви. Модели для проблемных ног с выпирающей косточкой и высоким взъемом. Высококачественные природные материалы. Анатомические стельки. Большой размерный модельный ряд. И все это по доступным ценам. Подарите себе комфорт и легкость. Выставка продажи расположена в торговом комплексе «Евродом». Второй этаж с 10 до 19 часов до 14 октября. Ресторан «Новая крепость». Банкеты, свадьбы, корпоративы. Вкусно, уютно и недорого. Молодоженам на свадьбу люкс. Подарок. Куратачинс, улица Крупской, 28. Бронирование по телефону 68898. РБТРУ снизили цены, чтобы сделать комфорт доступным. Интернет и телевидение от компании «Синт» в Ачинском районе. Скорость доступа в интернет от 50 мегабит в секунду. Более 100 ТВ каналов. Город Ачинск. Микрорайон 1, строение 55А, дробь 2. Телефон 56-300. Пропланируем. Все, давайте. Для вас 400. Давайте. Если вы запланировали. Запланировали. Все, торговля. Бойкая торговля сегодня идет в Ачинской художественной школе. Ученики и педагоги присоединились к акции «Сыпки по-ачински». Благотворительную ярмарку устраивают в три смены – утреннюю, дневную и вечернюю. За первый час в копилке набралось 9 тысяч рублей. На этой ярмарке я подготовила пряники. Я готовила их сама. Это было очень увлекательно, интересно. Я думаю, на них будет спрос, потому что это еда. Еда всегда всем нужна. Мы делали вот такого попугайчика из бисера. Кто-то делал из мозаики всяких фигурок. У Тони мама делала как штучки. Аромосвечки. Досточку под свечки. А зачем все это? Ну, получаю... Благотворительность. Да. Что половина пойдет в школу и половина на благотворительность. Чтобы заработать деньги и отдать на благотворительность. Поделки из бисера и керамика, расписные пряники и прикольные открытки. Все сделано своими руками и с душой. Вот эти представленные изделия выполнены теми учениками, которые ходят на вечерние курсы. Взрослые. Две группы. Они с радостью откликнулись на это событие. Сказали, мы хотим поучаствовать. Это здорово. И приобрели дополнительный опыт. То есть они наделали таких листиков осенних. То есть мы выложили то, что наделали. Прям конкретно к этому событию. На ярмарке юных художников есть даже очереди. Покупатели, не только родители самих учеников, приходят ветераны школы и просто горожане. Да что красота такая. Это же все своими руками. Это дети вообще молодцы. Умнички. Ну я не знаю для чего, но я буду для свечек, для благовония. В школе идут мастер-классы. Ученицы третьего и четвертого художественных классов рисуют шаржи. За 10 минут талантливые школьницы успевают подметить характерные черты и передать портретное сходство. Серьезно просто. На меня похоже? Похоже. А завтра, 12 октября, ачинцы могут научиться плетению оберегов в Краевеческом музее. Мастер-классы будут проходить с 3 до 6 часов. В центральной библиотеке в 15 ровно начнется другой мастер-класс «Загадки русской росписи». Напомним, что городская акция «Сыпки по-ачински» продлится до конца недели. А часть собранных денег пойдет на благотворительность. Это будущая книга об истории Ачинского комсомола. Ее автор Татьяна Игнатова сама в прошлом активистка в ЛКСМ. Несколько лет она собирала фотографии и факты в музее и архиве. Разыскивала уже повзрослевших комсомольцев и записывала воспоминания разных поколений. Получилась настоящая биография с первого дня Ачинского комсомола и до его ликвидации. Новости ОСА рассказывали несколько глав из будущей книги. О первой безалкогольной свадьбе и строительстве домов МЖК. О сборах металлолома и макулатуры. Какие песни пели комсомольцы и другие. Сейчас первое издание под названием «Юность комсомольская моя» уже пошло в печать. Стоимость тиража в тысячу экземпляров оценивается в 946 тысяч рублей. Сегодня с помощью благотворителей сделан первый платеж в 360 тысяч. Ачинцы могут помочь в издании уникальной книги первой истории Ачинского комсомола. Данные для перевода вы видите на экране. Горожане стотысячного города вместе смогут сохранить память о важных страницах истории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok